Физики пытаются проникнуть вглубь материи и раскрыть тайны Вселенной. К нашему времени открыто немало новых частиц, но интерпретация их природы и свойств зачастую противоречит наблюдениям. Из-за неверного, на мой взгляд, понимания строения элементарных частиц, физики сталкиваются с противоречиями и парадоксами, придумываются отдельные теории для каждого наблюдаемого явления, причем зачастую эти теории не стыкуются между собой. Общеприняты несколько теорий, среди которых теория Большого Взрыва, общая теория относительности Эйнштейна и стандартная модель, описывающая строение элементарных частиц. Многие физики пытаются оскорить главенство данных теорий, находят в них противоречия и предлагают свои альтернативные теории, но еще больше теоретиков, которые, отрицая все теории, ничего не предлагают взамен. Я отрицаю теорию Большого Взрыва, теорию относительности Эйнштейна и закон Хаббла и предлагаю собственную, общую теорию пространства, в рамках которой я выстрою единый принцип взаимодействия материи и существования Вселенной. Я объясню по-новому наблюдаемые явления, послужившие основой для существующих теорий и законов. В настоящее время принята космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной под названием Большой Взрыв. Согласно этой теории, до Большого Взрыва не было ни пространства, ни времени. Вся материя была сконцентрирована в одной точке, и в какой-то момент эта точка взорвалась и начала расширяться. Сразу возникает несколько вопросов. Если до Взрыва не было ни пространства, ни времени, а была бесконечность, то по какой причине эта бесконечность закончилась? Ведь должно было быть что-то, что меняло свои свойства в зависимости от приближения к моменту Взрыва. А если до Взрыва было пространство, то получается, что каждая произвольная точка пространства обладает потенциалом Большого Взрыва, и новый Взрыв можно ожидать в любом месте, в любой момент. То есть современная космологическая модель гласит, неизвестно в чем, находилось неизвестно что, и неизвестно по какой причине взорвалось. Причем эта модель демонстрирует поразительную осведомленность, описывая эти процессы с точностью до миллионных долей секунды и градусов. Есть несколько наблюдаемых Евгений, используемых в качестве аргументов Большого Взрыва. Это красное смещение спектра Галактик, большое количество легких элементов, и микроволновое космическое излучение, или реликтовый фон. Эти аргументы казались достаточными для того, чтобы модель Большого Взрыва была признана. Эйнштейн когда-то высказался, все состоит из пустоты, а форма – это сгущенная пустота. В моей теории не существует ни эфира, ни гравитона. Все тела во Вселенной состоят из однородной субстанции. Все, что мы видим и знаем, это либо форма, либо свойства одного и того же явления. Существует теория, утверждающая, что в вакууме происходит структуация с рождением и уничтожением виртуальных частиц. В моей теории вместо вакуума я использую пространство, в котором происходит флуктуация, из которого рождаются элементарные частицы, причем рождаются не виртуальные частицы, как в теории вакуума, а реальные. Я утверждаю, что наш мир сотворен не в результате Большого Взрыва, а в результате беспрерывного появления частиц в пространстве. При флуктуации пространство бурлит, как вода в кипящем котле, в котором присутствует все многообразие форм. Образуются формы, в результате которых часть из них отрывается от общей, единой структуры, получая импульс и вращательный момент. Они становятся обособленными сгустками, не связанными с соседними участками. Можно привести пример, с одними шариками, которые, являясь той же водой, держатся какое-то время обособленно на поверхности воды. Так же и со сгустком пространства. При малом вращательном моменте сгусток свивается обратно с окружающим пространством. Но при моменте, имеющем достаточную величину, оторвавшийся сгусток становится стабильным и способным взаимодействовать с другими сгустками. Получается обособленный сгущенный вихрь со своей собственной структурой и скоростью вращения. Образование обособленного вихря является собой рождение новой реальной частицы. Наличие флуктуации и постоянное рождение частиц подтверждено эффектом Казимира, показывающим, как две близко расположенные пластины прижимаются друг к другу появляющимися частицами. Одни из частиц существуют короткий миг, теряя частоту вращения и сливаясь с пространством. Другие становятся стабильными и существуют намного дольше. Какой бы стабильной ни была частица, рано или поздно она теряет свой вращательный момент, и при достижении критически малой величины вихрь разрушается, и частица возвращается в структуру пространства. При этом могут наблюдаться образования новых частиц, получившихся из остатка крутящего момента. Появление частиц совершенно спонтанно и непредсказуемо. Они могут появиться в любом месте пространства. Возможно, именно это является причиной аномального изменения массы, эталона масс в палате мер и бесов. Абсолютно все одиночные элементарные частицы являются подвижными. То есть, при отсутствии препятствия, вращение в вихре стремится переместить частицу в пространстве с максимально возможной скоростью. Эта скорость зависит от частоты ее вращения и приблизительно, но не всегда равна скорости света. Не одиночные частицы, такие как адроны, состоящие из нескольких кварков, теряют свою подвижность из-за взаимного удержания кварков от прямолинейного перемещения. Каждый кварк стремится улететь в своем направлении, но удерживаемый другим кварком лишь закручивается вокруг общего центра вращения. Именно благодаря этому и существует стабильная материя в виде протонов и нейтронов. Считается, что углеоны – это частицы, которые являются причиной взаимодействия кварков и участвуют в сильных взаимодействиях. По моей теории, углеоны вообще не являются частицами. Это всего лишь реакция пространства на присутствие и вращение существующей элементарной частицы. Это прослойка между вращающейся частицей и пространством. Все без исключения частицы обладают такой прослойкой. У одинарных частиц она почти незаметна и представляет собой тонкий слой вокруг вихря. У составных частиц, состоящих из нескольких кварков, она охватывает всю группу кварков в виде облака и совершенно неглюон является соединителем кварков. Кварки держатся вместе только за счет соединения вихрей с одинаковой частотой, образуя один общий вихрь. Я также считаю, что не существует частиц, ответственных за массу, в том числе и бозона Хиггса. Каждая элементарная частица является отдельным самостоятельным образованием, причем все частицы имеют индивидуальную вихревую структуру, отличающуюся как моментом вращения, так и плотностью. И в данную структуру не может внедриться другая частица и добавить ей какие-то свойства, в том числе и массу. Именно вихревая плотность частицы является источником массы. У каждой частицы она индивидуальна и зависит от момента вращения и плотности вихря. Некоторые ученые пытаются удивить нас, сколь гениально сотворен наш мир, насколько тонко он настроен и как гармонично существует. И якобы достаточно отклонения хотя бы одного параметра на небольшую величину и нашей Вселенной не существовало бы. Я утверждаю, что Вселенная существовала бы в любом случае, но с другими свойствами, параметрами и физическими законами. При флуктуации возникает бесчисленное количество частиц с бесчисленными свойствами. Они постоянно рождаются и исчезают. На единицу объема пространства из бесчисленного количества образовавшихся частиц лишь единицы остаются стабильными и не уничтожаются уже существующими, сохраняя свою структуру и становясь известными нам частицами. Подавляющее большинство из них либо сами разрушаются через разные промежутки времени, либо разрушаются уже существующими частицами. И наш мир, казалось бы, тонко настроенный и гармоничный, на самом деле являются лишь ничтожно малой долей частиц, которые не уничтожили друг друга при рождении. Остальное бесконечное множество частиц обладает таким же бесконечным количеством свойств и физических законов. И эти разные физические законы просто не дают одним частицам сосуществовать с другими. Создается так много частиц, что с уменьшением промежутка измеряемого времени физики будут находить все больше их количества. Этот процесс бесконечен. И на этом процессе можно построить еще не один коллайдер и получить не одну Нобелевскую премию. Можно искать и находить даже бозоны Хиггса, Хокинга или Санта-Клауса. Из бесчисленного количества и видов частиц вместе существовать могут лишь единицы, внутренние законы, форма вихря и скорость вращения которых не противоречат друг другу. С остальными частицами, имеющими другие параметры, они взаимно разрушают друг друга, аннигилируют. И что является материей, а что антиматерией под большим вопросом? Скорее всего, в нашем участке пространства привычная нам материя, как и мы с вами, являемся для нас материей, а все остальное бесчисленное количество частиц с другими физическими законами – антиматерией. Но может случиться так, что в другом участке пространства сложился баланс из частиц с другими законами, для которых мы, в свою очередь, будем антиматерией. И космологический принцип, что одни и те же законы физики справедливы для каждой произвольной точки Вселенной, совершенно неверен. На изображении крупномасштабной структуры Вселенной четко видно, как видимая для нас материя группируется в виде относительно тонких волокон, стен и сгустков, с большими по размеру пустотами между ними. Можно предположить, что в этих пустотах существует вещество, отличное по физическим законам от наших законов. Это всего лишь гипотеза, но будущим путешественникам придется лететь вдоль линии из галактики звезд, избегая пустот, чтобы не раствориться бесследно в кажущейся пустоте при контакте с другой материей. Кстати, необъяснимые и бессистемно разбросанные по Вселенной гамма-всплески возможно и есть результат контакта разных материй из соседних участков пространства. Частицы взаимодействуют друг с другом в зависимости от своей частоты. Частицы с одинаковой частотой взаимодействуют напрямую, объединяясь в группы, такие как группа кварков. При схожей частоте они также оказывают влияние друг на друга. Например, электрон и два у кварков протоне. Пара у кварков, захватывая и управляя электроном, определяет его местоположение на орбитаре. Не электрон определяет свою орбиту, а управляющие им кварки, которые сами вращаясь в станции вокруг друг друга, могут поместить электрон в любой точке внутри сферы, ограниченной максимальным удалением электрона. Весь знакомый нам мир состоит всего из четырех стабильных частиц. Это три частица материи верхний кварк, нижний кварк и электрон. И одной частицей, представляющей весь спектр излучений фотон. И все. Все остальные частицы короткоживущие и не оказывают существенного влияния на окружающий мир. Перед тем, как начать разбирать аргументы Большого Взрыва и говорить о красном смещении в спектрах галактик, необходимо разобраться, что же такое луч света. По физике мы знаем, что луч состоит из отдельных фотонов, имеющих корпускулярно-волновую природу. То есть фотон, являясь отдельной частицей, одновременно является волной. Что такое отдельная частица, физика как-то объясняет. А вот что такое волна в вакууме, современная наука объяснить не может. Она только говорит, что это поток фотонов энергии. Но каким образом фотоны выстраиваются в волну и передают волновой эффект от одного фотона другому, для науки является загадкой. Но на этих загадках выстраиваются и признаются теории, которые показывают нам, как луч света сжимается и растягивается в пространстве. Именно по этому принципу построен закон Хаббла, твердящий о расширении Вселенной. По моей теории, фотон – это такая же вековая структура, как и остальные элементарные частицы, при этом имеющая форму, позволяющая фотону принимать четкую пространственную ориентацию, поляризацию. Фотон движется точечно и прямолинейно, а не волнообразно. Волновой эффект получается из-за вращения фотона во время движения. Один оборот фотона на единицу расстояния и есть длина волны, или его частота. Фотон нельзя представить в виде твердой частицы, имеющей четкие границы и поверхность. Это сгусток вращения, который приобретает свойства только при вращении. Без вращения он сливается с пространством, перестает существовать. В зависимости от скорости вращения фотона и его крутящего момента, мы воспринимаем его как волну разной частоты. Частота вращения всех частиц со временем падает. Это означает, что все частицы не вечны, они имеют предел существования и со временем распадаются, сливаясь с пространством. С падением частоты фотона меняется его спектр. То есть, один и тот же фотон может иметь разную частоту в разные периоды своего существования. Однажды изученный с конкретным спектром фотон продолжает свою жизнь с постоянным и неумолимым падением частоты. До меня не раз рассказывали с теорией о потере фотоном энергии называют усталостью света. Под усталостью света понимают столкновение фотона с препятствиями такими как пыль, газ, эфир и тому подобное. Вследствие чего фотон частично отдавал бы энергию, сдвигая свой спектр в красную зону. Противники этой теории утверждают, что в этом случае при наблюдении дальних галактик должно было наблюдаться их размытие. Но, так как размытие не наблюдается, следовательно, говорят они, никакой усталости нет. В других теориях фотон должен был терять частоту от пройденного расстояния, но на этот раз данная теория вступала в противоречие с основным законом физики, законом сохранения энергии, который требовал преобразования энергии падения частоты в другой вид энергии. Сторонники этой теории не смогли определить и указать путь перехода энергии. Моя теория также построена на падении частоты фотона в зависимости от пройденного расстояния. При этом закон сохранения энергии не нарушается. По моей теории частота фотона тесно связана с его скоростью и она обратно пропорциональна скорости фотона. То есть падение частоты фотона приводит к увеличению его скорости. По моей теории скорость света не постоянно. Эйнштейн не прав. И тому я приведу много доказательств. Академик Павел Черенков обнаружил голубое свечение прозрачных жидкостей при их облучении быстрыми заряженными частицами. В настоящее время этот эффект хорошо виден в активных зонах ядерных реакторов. Черенков решил, что оно вызвано электронами выбитыми из атомов гамма-изучения. Чуть позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде. Было решено, что если частица летит быстрее скорости света в среде, то она обгоняет собственные волны, которые и образуют данное сечение. По моей теории, никакого обгона собственных волн не происходит, а данное сечение это прорвавшиеся сквозь оболочку реактора, но понизившие свою частоту до видимого до видимого спектра фотоны гамма-изучения. То есть фотон понижает свою частоту не только от пройденного расстояния, но и от взаимодействия с препятствием. Я уверен, что в ультрафиолетовом диапазоне сечения вокруг реактора должно быть на порядок больше. В данном эффекте Черенкова на каждом современном реакторе мы наблюдаем сразу два подтверждения моей теории. Первое это падение частоты фотона до видимого спектра, то есть это прямое подтверждение отрицаемого официальной наукой старения света, выраженного падением частоты фотона. И второе это официально подтвержденное превышение скорости света. Никакого парадокса и нарушения закона сохранения энергии при этом не происходит. Частота переходит в скорость. Из школьного курса физики всем известно явление дисперсии света, когда луч белого света, пропущенный сквозь призму, разлагается на отдельные цвета. Объясняя суть данного явления, официальная наука признает, что его причиной является различие скоростей лучей с разной длиной волны. И чем больше частота волны, тем больше показатель преломления. А по моей теории, частота и скорость тесно связаны между собой. Низкочастотные, но с большей скоростью луч не успевает отклониться на такой же угол, как и луч с меньшей скоростью. Данные эффекты не то, что подтверждают, а явно и однозначно показывают непостоянство скорости света и прямую связь скорости фотона с его частотой. Утверждают, что данные эффекты наблюдаются только в оптической среде. То есть, в первом случае это была вода, а во втором стекло призмы. Я считаю, что это единый физический закон, действующий одинаково везде. И что является средой, а что нет, большой вопрос. Пространство, по моей теории, также является физической средой. Видимый солнечный свет, долетая до препятствия, также теряет свою энергию, уменьшая частоту, и отражается уже в виде частицы с меньшей частотой, определяемой нами как тепловое инфракрасное излучение. Я думаю, что дневной повышенный радиофон это следствие торможения солнечного света об атмосферу и поверхность Земли, в результате которой фотон, проходя через инфракрасный спектр становится радиоволной. В Веста с Лайфером было обнаружено красное смещение спектра галактик. Эдвин Хаббл открыл, что смещение спектра в красную зону у далеких галактик больше, чем у близких и возрастает пропорционально расстояние. Для объяснения данного наблюдения было предложено, что покраснение происходит из-за удаления разбегания от нас галактик. Хаббл предположил, что между расстояниями до галактик и скоростями их удаления наблюдается линейная зависимость. То есть, чем дальше от нас галактика, тем быстрее она удаляется. Эта зависимость впоследствии стала называться законом Хаббла. С тех пор нам твердят о красном смещении, как о доказанном факте разлета галактик и расширения Вселенной. Впрочем, сам Хаббл до конца жизни допускал, что расширение Вселенной может быть лишь кажущимся эффектом. Астрономы продолжают находить галактики со все более красным спектром. Но если просто сопоставить наблюдаемое красное смещение с необходимой для этого скоростью по закону Хаббла, то скорость галактики в ряде случаев превысит скорость света. А это не соответствует не только здравому смыслу, но и теории Эйнштейна. Для объяснения данного феномена и не разрушая при этом собственные предыдущие теории, физикам пришлось кроме простого разлета галактик изобрести новое явление расширение самого пространства. Объясняя при этом, что галактики перемещаются в пространстве со своей обычной скоростью, но так как расширяется и пространство, то взаимная скорость разбегания галактик состоит из суммы двух скоростей скорости галактик плюс скорости расширения пространства. В итоге так они смогли объяснить любые скорости полета галактик даже в десятки световых скоростей и ничто их больше не ограничивает, так как величина расширения пространства столь же безграничная, как фантазия теоретиковой. В отличие от звука, свет – это не волна в какой-либо среде, способная растягивать или сжимать данную волну. Фотон – это самостоятельная частица, перемещающаяся в пространстве независимо от источника, волновое свойство которой получается из-за вращения самой частицы. С какой бы скоростью и в каком бы направлении не перемещался источник, фотон всегда будет лететь строго со своей скоростью, в зависимости от собственной частоты. И направление полета источника абсолютно никак не влияет на частоту или спектр фотона. Изображать движение фотона в виде волновой линии, способной растягиваться или сжиматься в пространстве, это совершенно безграмотно. По моей теории, существует три причины изменения спектра фотона. Две из них – это старение фотона от пройденного расстояния или взаимодействие с препятствием, о которых я уже говорил. А третья причина – это эффект, получаемый в результате доплеровского смещения. Но доплеровский эффект можно наблюдать лишь в одном случае. И он нам будет показывать не с какой скоростью приближается или удаляется источник, а с какой скоростью приближается или удаляется наблюдатель. Направление движения и скорость источника никак не влияют на параметры фотона, так как фотон летит исключительно относительно пространства. Его частота обратно пропорциональна скорости. То есть, чем выше скорость фотона, тем ниже его частота. И наоборот, чем ниже скорость, тем выше частота. Если моя теория верна, то мы получим совершенно неожиданный эффект Доблера и противоположный закону Хаббла. Его неожиданность заключается в том, что чем быстрее мы летим навстречу фотону, тем краснее будет свет. И наоборот, чем быстрее мы будем отдаляться от фотона, тем более синим будет смещение спектра. Попробую объяснить суть эффекта. Мимо неподвижного в пространстве наблюдателя фотон пролетит, провернувшись вокруг своей оси n раз. Наблюдатель увидит его с частотой n. Теперь допустим, что наблюдатель начал перемещение навстречу фотону. В этом случае фотон, пролетая мимо наблюдателя, уже не успеет провернуться столько же n раз, а на меньшее количество оборотов, зависящее от встречной скорости наблюдателя. Наблюдатель в этом случае увидит тот же фотон, но с меньшим количеством оборотов, с меньшей частотой. И спектр фотона для наблюдателя будет смещен в красную зону. То есть действует обычный принцип сложения скоростей. И чем выше встречная скорость, тем меньше частота фотона. При перемещении наблюдателя вдоль луча по ходу движения будет наблюдаться противоположный эффект. Мимо наблюдателя будет пролетать тот же самый фотон, который за то же время успеет провернуться большее количество раз. Соответственно, для наблюдателя частота фотона будет больше, то есть смещена в синюю сторону. Следовательно, если мы наблюдаем синее смещение Андромеды, то это показывает только то, с какой скоростью Земля отдаляется от Андромеды, а не то, с какой скоростью соседняя галактика приближается к нам. И это легко проверить за счет вращения Земли вокруг Солнца, учитывая при этом, конечно, скорость вращения нашей галактики. Еще раз подчеркну, что покраснение или посинение света совершенно не показывает скорость удаления или приближения источника, а лишь показывает скорость движения наблюдателя навстречу движению фотонов или от них. Таким образом, я отвергаю закон Хаббла и утверждаю, что красного смещения по Хабблу не существует. При измерении величины красного смещения у галактик, находящихся в плоскости эклиптики Земли, можно обнаружить полугодовые колебания частотного смещения. Это связано с движением наблюдателя вместе с Землей навстречу лучу или от него. При таком измерении необходимо учитывать суточное вращение Земли, вращение вокруг Солнца, а также вращение Солнечной системы вокруг центра галактики. Нам говорят, что при расширении пространства увеличивается только расстояние между галактиками, которое и приводит к сильному красному смещению. Но тут возникают вопросы. Если пространство способно расширить волну, то почему оно не расширяет наблюдателя? Ведь они оба состоят из элементарных частиц. Если пространство не взаимодействует с частицами, то каким образом оно взаимодействует с галактиками, расширяя между ними расстояние? Если пространство расширяет расстояние между галактиками, то почему оно не расширяет расстояние между звездами в самих галактиках? И главный вопрос. Почему в растянутом участке пространства волна растягивается, а при попадании этой самой волны в сжатый участок, волна не сжимается, а остается растянутой? Вопросов сотни, ответами на которые могут быть только фантазии теоретиков. Во Вселенной существуют объекты в виде физически связанных галактики и квазара, спектры которых имеют разное смещение. Наблюдения однозначно показывают их гравитационную взаимосвязь, то есть эти объекты находятся рядом. Но галактику мы наблюдаем в видимом спектре, а квазар с сильным красным смещением. Даже пять Эдвинов-Хабблов и столько же Эйнштейнов не смогут объяснить этот парадокс, так как по закону Хаббла получается, что один объект несется с околосветовой скоростью от нас, а второй стоит неподвижно в пространстве, хотя, повторяю, они находятся в гравитационной связке. В отличие от закона Хаббла и теории расширения пространства, моя теория элементарно объясняет это явление. Причина в том, что свет от двух разных объектов долетает до нас с одинаковым падением начальной частоты. Только начальная частота у них разная. Если галактика сильнее излучает в рентгеновском диапазоне, то пока гамма-излучение долетит до нас, оно сместится в белую зону. И мы будем наблюдать галактику сильнее в видимом спектре. А свет от квазара, изучающего в основном в видимом спектре, будет доходить до нас с сильным смещением в красную зону. Таким образом, мы будем наблюдать два рядом стоящих объекта, но с разным частотным смещением. И никакого парадокса здесь нет. Продолжая тему квазаров, предполагаю, что каждый массивный объект обладает свойством усиливать флуктуацию пространства. И чем массивнее объект, тем сильнее происходит образование элементарных частиц в области пространства, находящейся в недрах массивного тела. Существует активная галактика М87, из ядра которой вылетают струи вещества, движущегося со сверхсветовой скоростью. Это противоречит теории Эйнштейна, и физики скромно говорят, что эти струи остаются недостаточно изученным явлением. Я думаю, что первый, втиснувший эти струи в теорию Эйнштейна, моментально получит Нобелевскую премию. А по моей теории здесь нет никаких противоречений. В излучении галактики, сконцентрированном в струях, присутствуют фотоны абсолютно всех длин волн. Так как частота фотонов отличается, соответственно отличается и их скорость. Малоскоростное, но высокочастотное гамма-излучение, отлетев на достаточное расстояние, теряя частоту, сдвигаясь в видимый спектр, и увеличив при этом свою скорость до скорости видимого спектра. А излучение в видимом спектре на том же расстоянии, также теряя частоту, сдвигается в красную зону с еще большим увеличением скорости. На определенных расстояниях происходит ударное взаимодействие фотонов с разными скоростями, которые мы и наблюдаем в этих струях. Причем они наблюдаются на разной дистанции от источника. Это может говорить о том, что взаимодействие происходит при определенном соотношении взаимных скоростей, которые возрастают с удалением от источника. Имея в наличии три явных зоны взаимодействия, применив геометрическую прогрессию, можно смело предсказать местоположение четвертой. Это означает, что чем краснее свет от дальней галактики, тем более высокую скорость имеет ее свет. И эта скорость гораздо выше стандартной скорости света, измеренной в земных условиях. И вместо постоянной Хаббла, я предлагаю ввести постоянное падение частоты фотона и увеличение его скорости на единицу пройденного расстояния. Существует несколько способов определения расстояний в дальнем космосе. Один из них основан на законе обратных квадратов. Этот закон утверждает, что значение некоторой физической величины в конкретной точке обратно пропорционально квадрату расстояния от этой точки до источника. То есть яркость звезды обратно пропорционально квадрату расстояния до нее. Были отобраны сверхновые типа 1А, взрывы которых всегда протекают одинаково с большой точностью и одинаковой яркостью. Зная расстояние хотя бы до одной такой звезды и измерив точную ее яркость, можно создать шаблон, по которому вычислять расстояние до аналогичных звезд по формуле. Расстояние обратно пропорционально к корню квадратному из яркости звезды. Такой метод называется методом стандартных свечей. Следующим этапом до исследования стало сопоставление этих двух методов. Идея заключалась в том, чтобы узнать, на каком расстоянии находятся сверхновые, а по смещению спектра, как быстро эти стандартные свечи от нас удаляются. Ожидалось, что из-за гравитационного притяжения с увеличением расстояния расширение Вселенной будет уменьшаться. Но неожиданно обнаружили, что дальние сверхновые намного тусклее, чем предсказывает теория. Решили, что звезды расположены еще дальше, чем им положено быть. Рассчитав параметры расширения Вселенной, физики предположили, что данное расширение происходит с ускорением. Этот вывод очень взбудоражил космологов, и причины тому были очень веские, так как ускоренное расширение не соответствовало теории относительности. В итоге была изобретена загадочная темная энергия с еще более загадочной антигравитацией, растягивающей якобы Вселенную вширь. Придумавшие это ускоренное расширение Вселенной и спасшей теорию относительности, трое физиков были награждены сразу двумя премиями. Премии Шоу в 2006 году и Нобелевской премии в 2011 году. Тем самым показывая, что достаточно сделать небольшой вклад, хоть и бредовый, в спасение теории относительности, и Нобелевская премия вам гарантирована. Можно ожидать, что при дальнейшем изучении Вселенной в норку будут введены такие понятия, как антигалактики и туман Эштейна. Кроме падения яркости звезды с расстоянием, было обнаружено удлинение времени вспышки. И чем дальше от нас происходит вспышка, тем дольше она наблюдается. Данное наблюдение послужило очередным плюсом в теорию расширения Вселенной и Большого Взрыва. Было сказано, что расширяющееся пространство расширяет луч света, тем самым удлиняя его во времени. Теперь посмотрим на происходящие процессы с позиции моей теории. При вспышке сверхновой в пространство испускается поток фотонов. Весь период вспышки продолжается около 15 дней. В момент взрыва начинается выброс фотонов, являющийся началом непрерывного потока, продолжающегося все время вспышки длительностью в 15 дней. То есть головные фотоны уже успеют отдалиться от вспышки на расстояние в 15 световые дней, когда только появятся и полетят в том же направлении хвостовые фотоны. В соответствии с моей теорией, которая гласит, что фотоны теряют частоту и увеличивают скорость от пройденного расстояния, получается, что за 15 дней головные фотоны успеют преодолеть расстояние, достаточное для незначительного понижения частоты и столь же незначительного увеличения скорости, которая будет выше скорости только что появившихся хвостовых фотонов. Допустим, что вспышка закончилась ровно на 15 день, и в пространстве летит луч, длина которого составляет ровно 15 световых дней. Но головные фотоны в любой момент времени будут иметь пройденное расстояние на 15 световые дней больше, чем хвостовые. Поэтому их ускорение всегда будет больше ускорения хвостовых, которые, кстати, также будут ускоряться от пройденного расстояния. То есть, сколько бы ни летел в пространстве луч, головные фотоны постоянно будут отдаляться от хвостовых, так как их пройденное расстояние и ускорение всегда будет больше, и луч постоянно будет удлиняться. И чем дальше луч будет отдаляться от источника, тем длиннее в пространстве он будет становиться, и тем дольше его будет регистрировать наблюдатель. Именно поэтому, чем дальше находится сверхновая, тем дольше мы наблюдаем ее свечение. Никакого расширения пространства нет. Теперь, что касается излишнего потускнения звезд. Данное явление происходит из-за растяжения луча в пространстве, вследствие чего происходит разряжение потока фотонов. То есть, чем дальше перемещается луч, тем дальше головные фотоны отдаляются от хвостовых, и тем меньше становится плотность луча. Именно это является причиной ускоренного падения яркости звезды в зависимости от удлинения времени ее светимости. И в уравнение закона обратных квадратов, с помощью которого вычисляется расстояние до сверхновой, необходимо внести поправку, предложенную мной постоянную ускорение фотонов, приводящую к уменьшению плотности луча. При наблюдении за пульсарами было обнаружено неожиданное явление. На разной частоте сигнал приходит в разное время. Это еще раз подтверждает мою теорию, что скорость света непостоянна, и она напрямую связана с его частотой. Чем дальше находится пульсар, тем больше должна быть разница во времени сигнала. В 1972 и 1973 годах в космос были запущены две американские станции, Пионер-10 и Пионер-11. Пионеры выполнили поставленную перед ними задачу, но продолжили путешествие и передачу на Землю информации. Аппараты покинули Солнечную систему и направились в межзвездное пространство. После обработки телеметрии по частотному смещению сигналов была обнаружена так называемая аномалия Пионера. Дополнительное, линейно растущее со временем смещение полученного сигнала. Рассматривались разные объяснения, в числе которых были влияние солнечного ветра, торможение межпланетной пылью, взаимодействие с межпланетным магнитным полем и даже с темной материей. Однако, все вместе взятые, они не могли дать и сотой доли от наблюдаемого эффекта. Вопрос встал ребром, так как надо было выбирать между существующими законами и новой физикой, предлагающей теории и законы, не вписывающиеся в теорию относительности. В итоге выбрали объяснение, предполагающее, что данный эффект проявляется из-за теплового излучения элементов питания, создающих обратную реактивную тягу. На этом все успокоились и тему закрыли. Теория Эйнштейна устояла. Но самое интересное в этой истории то, что значение данного торможения полностью совпало с произведением скорости света на постоянную Хаббла. Хотя, по всем канонам, расширение Вселенной должно начать сказываться на гораздо больших расстояниях. Я отвергаю расширение пространства вместе с постоянной Хаббла и утверждаю, что данный эффект показывает лишь одно ускорение сигнала от пройденного расстояния. То есть, радиосигналы приходят на Землю быстрее скорости света. А если расчеты вести по Эйнштейну с его постоянством скорости света, то они как раз и покажут замедление аппарата, которого на самом деле нет. Аппараты находятся дальше, чем показывают расчеты. Никакого замедления у них нет. И данный эффект будет увеличиваться с увеличением расстояния до аппарата, что, кстати, подтверждено наблюдениями. Данная аномалия полностью вписывается в мою теорию. Я предполагаю, что у пионеров должна быть еще одна аномалия. Это удлинение времени сигнала. То есть, сигнал от аппарата длительностью в одну секунду на Земле будет принят на уловимую величину длиннее. В данном случае работает тот же принцип, как и у луча от сверхновой. В соответствии с моей теорией, у любого излучения в зависимости от пройденного расстояния происходят следующие изменения. Первое. Падает его частота со смещением в красную зону. Второе. Увеличивается его скорость. Третье. Луч растягивается в пространстве, увеличивая тем самым время приема. И четвертое. Падает его плотность. И такие изменения происходят абсолютно со всеми фотонами, представляющими весь спектр излучений. Это космологический принцип, закон, по которому существует Вселенная. И данный закон необходимо учитывать даже сегодня, при отправке аппаратов к соседним планетам. При радиолокационном определении расстояния до планеты по теории Эйнштейна будут получены неверные данные. Планеты в действительности будут находиться дальше измеренного расстояния. Продолжим разбирать аргументы современной космологии. В астрономии существует так называемый фотометрический парадокс Ольберса, который гласит, что если Вселенная бесконечно однородна и стационарна, то в небе, в каком бы направлении мы ни посмотрели, рано или поздно окажется звезда. То есть, все небо должно быть сплошь заполнено яркими светящимися точками звезд. И оно должно ночью светиться ярче, чем днем. А мы почему-то наблюдаем черное небо с отдельными звездами. Сам Ольберс предположил, что свет поглощается межзвездными пылевыми облаками. Однако, с появлением первого начала термодинамики, это объяснение стало спорным, поскольку, поглощая свет, межзвездное вещество должно было разогреться и само испускать свет. Существует объяснение данного парадокса, опять же основанное на конечном возрасте Вселенной, утверждающее, что за те 13 миллиардов лет, которые существует Вселенная, не успело образоваться такое количество звезд, которое заполнило бы своим светом весь небосвод. Данное объяснение тесно связано с теорией Большого Взрыва, отводящей нашей Вселенной конечный возраст в 13 миллиардов лет. И данный парадокс также используется против сторонников стационарной Вселенной и в защиту Большого Взрыва. В 1948 году Джордж Гамов высказал идею, что если Вселенная образовалась в результате Большого Взрыва, то в ней должна существовать остаточная радиация. Более того, эта радиация должна была быть равномерно распределена по Вселенной. А в 1965 году Арно Пенсиас и Роберт Уилсон случайно обнаружили микроволновое излучение, которое заполняло космическое пространство. Эта фоновая космическая радиация впоследствии получила название «реликтовый фон». Данное микроволновое излучение, названное величайшим открытием астрономии всех времен, стало одним из основных доказательств Большого Взрыва. В противовес Гамову, я утверждаю, что Вселенная стационарна и безгранична во времени и пространстве. Большого Взрыва не было, и никаких следов такого Взрыва быть не должно, в том числе и реликтового фона. А обнаруженное микроволновое излучение является прямым подтверждением моей общей теории пространства. Я открою большую тайну для физиков всей Земли. Микроволновой фон на самом деле является тем самым недостающим фотометрическим парадоксом Ольберса. Любой источник в любой точке пространства изучает луч определенного спектра. Этот источник может находиться гораздо дальше видимой Вселенной, и этот луч продолжает свое путешествие независимо от источника. Перемещающийся в пространстве луч постоянно теряет свою частоту. И если от источника вылетел луч Гамма-излучения, то вблизи он так и будет регистрироваться Гамма-лучом. Через определенное расстояние этот луч понизит свою частоту и будет наблюдаться уже в видимом спектре, сияя на ночном небе далекой планеты. Пролетев дальше, он же будет удивлять астрономов сильным красным смещением, которые придумают теорию, что источник этого луча несется в обратную сторону с огромной скоростью. Еще дальше, перейдя в инфракрасный спектр, он озадачит астрономов сверхсветовой скоростью источника. Астрономы выражены будут придумать расширяющееся пространство, чтобы втиснуть этот луч в свои скудные теории. А затем, перейдя в микроволновой спектр, заставит теоретиков поверить, что он является отголоском большого взрыва. И теоретикам придется фантазировать с описанием процессов этого взрыва с точностью до миллионных долей секунды и градусов. Но и на этом луч не остановит свое путешествие. Дальше он станет радиоволной, сначала короткой волны, затем более длинной. И закончит он свою жизнь только тогда, когда его частота больше не сможет удерживать фотоны в виде обособленных частиц, и он растворится, слившись с пространством. И величайшее открытие астрономии всех времен является величайшей глупостью астрономии. Сторонники большого взрыва приводят еще один аргумент. Это количество гелия и водорода в космосе. При исследовании определили, что уровень концентрации этих веществ во Вселенной на сегодняшний день якобы соответствует теоретическим расчетам концентрации гелия и водорода, оставшихся после большого взрыва. Утверждается, что если бы у Вселенной не было начала, то весь запас водорода давно бы сгорел и был превращен в гелий. Что никаким другим теориям доказать обратное не удается. Я говорю, что это чистое словоблудие. Это все равно, что утверждать, будто исключительно по теории большого взрыва все звезды во Вселенной имеют форму шара, а не куба. И ни одна другая теория не может доказать обратное. Я утверждаю сразу два момента. Первое. Водорода в пространстве ровно столько, сколько есть. Никто не знает, сколько его было миллиард лет назад, сколько его будет через миллиард лет, и сколько его должно быть сегодня. Если бы водорода было в два раза больше, то нашлись бы очень веские аргументы именно для такого количества. И второй момент. По моей теории, элементарные частицы беспрерывно образуются в пространстве, из которых, в свою очередь, образуются и водород, и гелий, и все известные и неизвестные элементы. Эти частицы имеют период существования, который не является бесконечным. Они существуют до падения своей частоты настолько, что они распадаются, возвращаясь в ткань пространства. Происходит беспрерывный круговорот элементарных частиц в пространстве. В заключении, я хочу пройтись по основным доводам и этапам создания современной космологии. На основе обнаруженного красного смещения Хабблом была выдвинута теория, что оно является эффектом Добблера. И сделан вывод, что покраснение – это результат расширения Вселенной и удаления от нас галактик. Чем сильнее покраснение, тем больше скорость галактик. А раз Вселенная расширяется, значит, когда-то она была в одной точке. Появилась теория Большого Взрыва. Обнаружили сплошной микроволновой фон, приходящий к нам со всех направлений, и решили, что это остаток нагрева от произошедшего Большого Взрыва. Назвали его реликтовым фоном. Наблюдая за сверхновыми типа 1А, обнаружили удлинение времени между началом вспышки и концом в зависимости от расстояния. Сделали вывод, что это является очередным подтверждением расширения Вселенной. И, сравнивая расстояние до сверхновых двумя методами, обнаружили их излишнее потускнение. Решили, что они находятся дальше, чем им положено быть. Тем самым пришли к выводу, что Вселенная не просто расширяется, а расширяется ускоренно. Специально для этого были придуманы темная энергия и антигравитация. Теперь давайте пройдемся по этим же доводам, но с позиции моей общей теории пространства. Красное смещение в спектрах галактик является следствием падения частоты фотона со смещением в красную зону. Чем больше сдвиг в красную зону, тем дальше от нас находится источник. И тем больший путь проделал фотон, в результате чего понизилась его частота и увеличилась его скорость. Никакой связи между красным смещением и скоростью источника нет. Эффект Допплера в данном процессе не участвует. Наблюдаемый микроволновой фон является излучением галактик, находящихся за пределами оптической Вселенной на расстоянии в сотни миллиардов световых лет от нас, свет от которых понизил свою частоту, пройдя через видимый, красный и инфракрасный спектры и дошел до нас в виде микроволнового излучения. Удвинение времени вспышки сверхновых в зависимости от расстояния является следствием ускорения фотонов от пройденного пути. Чем дальше от нас находится сверхновое и чем больший путь проделает луч, тем длиннее становится луч, тем дольше будет наблюдаться вспышка. Никакого расширения пространства не существует. И последнее. Излишнее потускнение дальних сверхновых, обнаруженное при сравнении двух методов определения расстояния, является следствием того же растяжения луча от пройденного расстояния. При растяжении луча в пространстве происходит его разрежение, падает его плотность. Отсюда и падение его яркости. Никакого ускоренного расширения пространства не существует. Так же, как не существует никакой темной энергии с неизвестной науке антигравитации. Таким образом, я считаю, что не существует не только ускоренного расширения Вселенной, а вообще какого-либо расширения. Вселенная стационарна и безгранично. В своей теории я развинул границы Вселенной до бесконечности. А скудные теории, поддерживаемые официальной наукой, не дают возможность увидеть, насколько безгранична Вселенная, насколько мала ее видимая часть, которую я назвал оптической Вселенной, и насколько безгранична остальная часть мегавселенной. И после всего сказанного, я хочу услышать от академиков и нобелевских лауреатов истории о законе Хаббла с несущимися на перегонки галактиками, о большом взрыве с посекундным его описанием, и Вселенной, расширяемой неизвестными темными силами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!